Привет, бои и скауты, с вами Кьюбайт. Это мое новое видео и оно о срочных новостях, касающихся переносов фильмов Sony и Marvel, включая Морбиуса и Венома 2. Если вы новенький на канале, то подписывайтесь и смотрите новые и старые видосы. Объединенная вселенная Marvel и Sony носит негласное название Sony Marvel Universe. В далеком 1996 году компания Marvel обанкротилась и начала продавать свои права на экранизацию комиксов сторонним компаниям. Если все сложилось бы иначе, то права чуть ли не на всех персонажей, включая Железного Человека, Тора и других Мстителей, получила бы Sony. Но главы студии Sony хотели получить только Человека-паука. И после долгих переговоров сделка состоялась. Sony получили права на Человека-паука и персонажей из его истории. Благодаря этой сделке мы получили легендарную трилогию Сэма Рэйми, переосмысление в виде диалоги с Эндрю Гарфилдом в роли Питера Паркера, удивительный мультфильм Человек-паук через вселенные и, наконец, последний из образов паука на экране в исполнении Тома Холланда. Именно с этого момента Sony решили развивать свою вселенную иначе. Человек-паук начал появляться в уже популярной киновселенной Marvel, а Sony начали разработку сторонних фильмов о врагах и друзьях Человека-паука. «Веном», «Черная кошка», «Серебряный соболь», «Крейвен-охотник», «Ночной страж», «Мадам-паутина», «Зловещая шестерка», «Женщина-паук», «Соло», «Человек-волк» и множество других проектов, которые сейчас активно разрабатываются, включая сольный фильм о Майкле Морбиусе. До последнего никто не знал, как фильмы будут связаны между собой и появится ли там Человек-паук Тома Холланда, но после выхода тизера Морбиуса прояснились некоторые детали. В Морбиусе будут отсылки на Венома, Крейвена-охотника, Человека-паука Тома Холланда и даже появится еще один персонаж из киновселенной Марвел – Эдриан Тунц, а.к. «Стервятник». После этого стало ясно, что Sony за счет успеха киновселенной Марвел хотела развить свою киновселенную, и постепенно это делала, и уже скоро мы увидим какую-никакую связь этих двух киновселенных. Фильм о Морбиусе должен был выйти летом этого года, но из-за ситуации с пандемией вируса фильм перенесли на март 2021 года, почти на год вперед. Теперь становится понятно, почему Sony никак не выпускали тизер «Венома 2», который активно снимался до начала пандемии. Скорее всего, из-за переноса Морбиуса на весну 2021 года перенесут и «Венома 2» на лето или даже осень 2021 года. Дело в том, что сюжет двух фильмов не сильно, но все-таки связан между собой. Финал фильма о Морбиусе должен был плавно подвести к началу событий «Венома 2» и побегу к Летусу Кэссиди из тюрьмы и преображение его в Карнажа. Sony Marvel Universe развивается плавно и по хронологии. Сначала «Человек-паук. Возвращение домой», потом «Веном», далее «Человек-паук. Вдали от дома», «Морбиус», «Веном 2» и, наконец, «Человек-паук 3» от киновселенной Марвел, где, по слухам, уже появится «Веном» от Тома Харди. Так как релизом и производством фильмов о «Человеке-пауке» занимается Sony, то премьера «Человека-паука 3» от киновселенной Марвел тоже может быть перенесена с лета 2021 года. Хоть это официально и не было объявлено, но Marvel совместно с Sony выпускали новую часть приключений Питера Паркера каждые два года — лето 2017, лето 2019 и следующая часть должна была появиться летом 2021 года. Но планы быстро меняются. Правда, источники портала IGN утверждают, что в данный момент премьера «Веном А2» остается на октябрь 2020 года. Но Sony до сих пор не начинали рекламную кампанию, и вряд ли будет смысл выпускать трейлер или тизер «Веном А2» в ближайшее время, так как в США трейлеры выпускают под выход других картин и крутят их в кинотеатрах. Фанаты, конечно, сразу узнают о выходе трейлера, но большинство людей привыкло узнавать и смотреть трейлеры грядущих фильмов в кинотеатрах, которые сейчас по всему миру закрыты. Все графики выхода сейчас под угрозой, но остается надеяться, что такое смещение во времени даст больше времени для работы над фильмами, и они получатся более цельными, проработанными и, соответственно, более интересными для зрителей. Также Sony перенесла и новых «Охотников за привидениями» с июля этого года на март 2021, «Анчартед» с Томом Холландом с марта 2021 на октябрь, а неизвестный совместный фильм от Marvel и Sony, который должен был выйти в октябре 2021 года, теперь имеет неопределенную дату выхода. Как вы считаете, какой реально возможный график выхода фильмов Marvel и Sony? И стоит ли ждать выход новых трейлеров вообще в ближайшие месяцы? Я буду оповещать на канале о всех новостях, касающихся выхода фильмов Marvel и DC, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Распространяйте этот ролик и поддерживайте лайком. Спасибо за просмотр. Пока!